Если в советские годы говорили, не хочу учиться, а хочу жениться, то в наше время молодежь не желает ни того, ни другого. И это проблема, в голос говорят участники встречи. К сожалению, сейчас у детей, особенно у подростков, не очень высокий уровень мотивации к тому, чтобы самостоятельно заниматься. Школа не потому не может научить, что ребенок не способен, а потому что мотивации недостаточно. Но кто же отбивает мотивацию? По мнению детей, сама школа, сами педагоги. Я приезжаю в соревнования со сборов, меня начинают жестко прогружать зачетами, контрольными и всякой такой историей, которую я не знаю, я не проходил. Вы научите, ну типа потом что-то там предлагайте делать. Я им говорю, ну алло, я был на соревнованиях, прославлял там свою малую родину, свою фамилию, вас в том числе, школу прославлял на этих соревнованиях всероссийских. И вот такое вот отношение, я считаю это странно. И не то, что даже поощрений хочется, а хочется просто элементарного понимания, уважения. Учителя же парируют. Перегружены не только дети, но и педагоги. И современный ученик нередко тот еще подарок – отражение родителей. Давайте родителей тоже не убирать со счетов. Вот мы про то и говорим, что иногда ребенок приходит в школу, он к шнурке не может завязать. Ну чья это вот? А мы говорим о труде, о мотивации и так далее, и тому подобное. Вот давайте действительно, когда школа и родители будут находить точки соприкосновения и в унисон решать проблемы, тогда получается. С утверждением о том, что школа – это труд, не все родители согласны. Некоторые полагают, что именно этот устаревший принцип и отбивает желание учиться. Школе пора бы пересмотреть форматы и подходы, поставив во главу угла интересы детей. Это не про труд, это про удовольствие. И вот все то, что мы говорим – ты должен, мы тебя оценим. Все успешные люди, они занимаются тем, что им нравится, в удовольствие. И будут это делать много часов и даже не останавливаясь, как Леонардо да Винчи. Самое главное – это думать о ребенке и что он хочет, спрашивать. Но по мнению заслуженного тренера страны Андрея Скипурко, лучший мотиватор для детей – все же родители. Если мальчик растет при матери и матерым, сильным, уверенным он становится при ней, и мама вдохновляющим словом ведет его по жизни, то мужчина 100% получится. И из него будет именно сильный, уверенный человек, который будет плечом именно для жены, для мамы, для семьи, для государства нашего. А представители высшей школы убежден – в низкой мотивации к учебе не виноваты ни школа, ни родители, ни дети. Причина – социально-экономическая. Для этого, наверное, надо очень много чего сделать. В частности, желательно, чтобы было куда потом пойти работать, чтобы работала экономика, чтобы IT-специалист понимал, что он у нас не найдет работу, а не понадобится уезжать в Сербию куда-то еще, для того, чтобы там дальше заниматься тем делом, которое ему нравится. При улучшении экономических условий и расширении возможностей для профессиональной реализации молодежь наверняка охотнее будет и учиться, и жениться. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.